Народ, привет! Всем привет! Кровмонтаж с вами. Едем, Вася, куда мы сейчас? Мы сейчас едем на дальний кордон. На Дальний кордон, да. По Новой Риге, 80 километров от ПКД. Какой? 80, это так. А от моего дома это 130. Я вбивал навигатор. То есть это получается, меня надо по кругу Москвы объехать и еще от Москвы. Трасса Новая Рига называется у нас, она идет на Прибалтику. Здесь 110, хорошая трасса, ее сделали четко. Да, трасса приятно ехать. Но хорошего мало. Она идет, по-моему, до Волоколамска, километров 120 от Москвы и пошло, поехал опять. Знакомые все нам дороги. Остановились попить родниковой воды. Вот здесь есть родничок. Вася мне говорит, мы уже рядом. Наши люди, рабочие, приезжают сюда за питьевой водой. Вот такая тут дорожка. Ва, где родник-то? Буйраки, реки Раки. А водичка. А этот родник впадает, вот там речушка в низинке. Такая маленькая. В общем, Иваныч у нас без воды не останется. Без воды не останется. Родниковая вода даст ему силу. Такое, ребята, у нас в Подмосковье. Вот, на Варижский Эдем нам надо. Здравствуйте. В результате записано старой машиной. Вот, ребята, вот такие домики здесь. Кто на что гораст. Ну, в принципе, еще мест полно. У кого есть желание обрести участок. Он. Здесь еще пустырик. Нет. Война, войной. Обед по расписанию. Так, что у вас здесь происходит? Все нормально. Все нормально? Работаем. Как вы разместились-то? Да, крыша у вас, конечно, здесь. Да вам что, Ромка, вам недолго здесь. Ну, три дня, я думаю, Максим. Ну, что, нормально, обуетели. Смотри, мне потолок. Комфортом. Север-визор, все дела. Молодцы, ребята. Насчет обустроиться, быт, они молодцы. О, тут поляна уже, кофе. Чтоб Бог послал. Не замерзайте в вагончике, Иваныч. О, нет, гори ты, блядь. Юр. Нет. Вагончик. Смотрите, мне самое главное, чтобы работники были сыты. Здоровы. Здоровы. И работали с настроением. Сейчас как раз... Ну, мы с настроением не работаем всегда. Вот. Да, но тут крыша, конечно, отказ. Вот, натяжной потолок новый. Ну, что, ну, не наш вагончик. Что, его ремонтировать за спасибо? Вагончики у нас, более того, когда его ставили... А я не помню, а почему течет, там кровля же есть какая-то? А, погнутая вся она. Он брюхнул, да. И, в смысле, она завалена и лужа стоит. Ну, там, получается, бортики и не дают. И не дают. Кран его уронил. Немножко. Кран уронил? Ну, не уронил, но, будем так говорить, неаккуратно поставил. Присаживайтесь. Серега, кинем мисорку. Ладно, сейчас давай хлебнем кофейку и пойдем на инспекцию. Задабривают, Вась, задабривают. Ну, как же. А это... Эх, ну, задабривание задабривай. Сейчас по полной программе. Так, ну что, начнем знакомство с объектом. Листы здесь у нас длинные, но, тем не менее, здесь не удалось. Так как скат длинный, 9 метров, заказывать металлочерепицу мы можем до 6 метров целых листов. И поэтому здесь будет все равно стык посередине, но его не видно. Это у нас матовый пурал. Показываю, если видно. Руки. 0,5 метров толщина. Цинк 275 грамм. Пурал матовый. Все. Это и заказчик. Пускай посмотрим. Все четко. Фактурни по-красивее. Вот. И, кстати, у него еще приму. Следующий вставляется. Есть такое. Витя полукруглая выкупасть. И как бы в паз. То есть водички. Еще надо перепрыгнуть вот этот барьерчик. А прямой он просто внахлёст. Вот как эта деталь, да, вот. Карнизный капель. Да, он просто наставляется. Ну вот. Надо герметизировать этот стык. Это у нас боковые планки. Тоже такие рельефные. Это, кстати, вот, суббитроспектные. Это вот торец. Боковую часть, да, будет прикрывать. Это у нас аэроэлемент конька под металлочерепицу, ребят. Значит, он дышащий. Вот эта часть, она плотная, но дышащая. Здесь защитная пленка снимается. Она приклеится к металлочерепице. Ребристая поверхность вот эта, она повторяет структуру металлочерепицы. Потом уже сверху, как бы, он принимает форму конька, да, вот так. И сверху уже металлический, наверное. Это, ребят, убирает эффект, как известно. Вот здесь сейчас стоим очень большой ветер. И когда еще снег будет, метель, под конек очень будет забиваться много снега. Вот это аэроэлемент конька, он страхует, видите, снег не будет попадать сюда, водичка стекать, а дышать он будет. Выполняет вот такую функцию. Снегоздержание трубчатого. С двух сторон дом двухэскатный. Специально берем краскокорректор. Она идет, как с кисточкой. Тоже полиолетановая, она не сдирается очень хорошая, да, в цвет. Обязательно надо брать для монтажа металлочерепицы, водостоков. Все равно неизбежно где-то царапинки, это самое, механические повреждения. Эта краска надо обязательно все подретушировать. Так, сейчас мы пойдем посмотрим соответствие шага обрешетки. Монтаж, как намонтировали гидроизоляцию. Контр обрешетку. Ну и отсюда вижу, брусок есть, пятерка. Так. Так, смотрим в разрезе. Это у нас карнизный капельник. Карнизная планка, вернее. Это вот капельник конденсата. Это у нас лента ПВХ. А здесь вентиляция будет происходить. Да нет, они не мешают. Ты вот металлочерепицу поднимал по ним? Да. Желоб намонтировали. Иваныч, все стыки герметиком обязательно пройтись. Сделали, было решено по просьбе клиента, как бы, тоже вопрос бюджета, цены. Сделали подешевле гидроизоляцию. Но все-таки мембранного типа, это ТАВИК. У нас идет тоже неплохая. Но Дельта, конечно, попрочнее, да, структура у нее. Это вот, она более полегче. Видите, она вот колеблется на ветру. Но функцию выполняет. Она дышит очень хорошо. То есть, можно использовать однослойную систему вентиляции. Дальше. Смотрим. Контробрешетка есть. Брусок. Смотрим. Саморезы. Обрешетка в соответствии. Сделана с шагом. Потому что саморезы закручиваются вниз волны. То есть, гидроизоляция, она еще выполняет, помимо продыха кровли. То есть, чтобы массажная кровля дышала, она еще функцию страховочной пленки. Не дай бог, где-то прокапнет. Ну, допустим, здесь тысяча саморезов закручено. Где-то что-то со временем проходит саморез. Она должна выполнить функцию страховки и благополучно вывести капельку воды. Тот же и конденсат за край кровли. Смотрим. Окно. Оклад вставили. Это поролон будет уплотнитель. Металлочерпица его прижмет. И будет обрезаться металлочерпица по этому уровню. В принципе, водичка будет попадать по кругу. Три степени защиты. Даже если она сюда пройдет, видите, еще окантовочка есть. Водичку выведет. Это гофрированное примыкание. Оно повторяет структуру металлочерпицы. И так, подожди ты, не тарахти. И так, я хочу показать, дорогие друзья, что выше окна ставится желобок конденсата. То есть сверху у нас стекает конденсат. Естественно, если не установить такой желобок, конденсат может бить под окно, под его откладом. И протекать на окне. Это частейшая ошибка. То есть, другие строители, например, не ставят эту вещь. И конденсат попадает на разрыве пленки под окно и протечки. Я даже приезжал к каким-то клиентам. Допустим, они говорят, течет окно, не можем ничего сделать. Я все проверю, промажу. Потом, когда вскрываю, в принципе, все нормально. Там металлочерпица сделана. Когда вскрываю металлочерпицу, вижу, что нет конденсата. Все. Значит, смотрите. На этот... Там приклеено, блядь. Да, да, я вижу, ты приклеил. Вот. Заправляет сюда гидроизоляция. Делается разрез. И она устанавливается. А это все, она сверху. Какую? И ничего страшного. Да, а это ты... Все. Климерами за... Да. Зафиксирую. И желоб конденсатор делается с уклончиком, чтобы стекало, обтекало окно вернее. Сейчас, давай зажимчик, я зафиксирую. Вот и все. Еще один посередине. Здесь специально в этом месте надо разрезать контрабрешетку, чтобы установить этот желобок. Вот этот желобок конденсатор защищает окно. Очень важная вещь, такая мелочь, но без нее монтаж мансардного окна выполнен на 50%. Сейчас мы еще вон здесь зайдем. Все стандартно. Дорогие друзья, проводим внутренний контроль. Обязательно. Каждый объект. Так. Раскрызем. Выровнял балки, строили бы еще раз надо. Так, ну что. Верхний осмотр. Считаю, завершенным оценка хорошо. Идем дальше. Отлично никогда не будет. Человек, вот заказчик, решил поставить, сделать крышу на зиму, да, накрыть. В принципе. Чтобы дом был защищен от влаги, не протекал. Такой хороший домик, приятный. Небольшого, скажем так, среднего размера. для семьи пойдет. Пленку бы сырвал, пускай ветер гуляет. Это все без толку. Наоборот, даже хорошо, если ветер, он будет проветривать, потому что лес, пиломатериал все-таки сыроват, ему надо сохнуть, садиться. Смотрите, видите, шаг с рапильных балок. Мансардное окно шире, не влезает между балок. Такое бывает часто. Эту балку надо надрезать. в том месте, и ставится поперечный. Поперечный и крепится между собой. И вверху. Поперечный для того, чтобы вот этот разрыв этой балки, которая мешает окну, она крепится в этих местах. И эта балочка подходит сюда. И дублируем, чтобы образовалась рама под окно. Еще пускаем ряд. И она сходится вот в ту поперечную стропил. В комплекте как ну и тепло-гидроизоляционный уплотнитель. Здесь паз устроен под отделку, под гипсокартон, под вагонку, потом для отделочника. Таким образом. сделано усиленно, нормально. Водосточную систему мы здесь не устанавливаем. Почему? Потому что дом еще требует отделки, шлифовки, покраски. Это все равно бесполезная работа. Будут еще, если мы водостопки поставим, их будет снимать. Поэтому мы сейчас сделали вот такие коленами, чтобы водичку отбрасывала на время. Временное. А потом уже, когда заказчик закончит, придут водосточные трубы. Вот хочу вам показать, друзья, люди поставили домик, спланировали участок, газонную траву засеяли, спланировали. вот весь забор. Кроты будет одолевать, надо ставить ловушки. Одни кучки пошли. Но вот мечта по этому. Домик за горой, пожалуйста. вон труба от печурки. Там щитовой домик, каркасник. Вот соседский тоже домик. По правую сторону. На металлических сваях здесь говорят водопрыска. Вообще, внимание. Ну вот наш домик, который мы делали. Тоже неплохо, интересно. Триан, стиль. А вот вон домик стоит. Это а-ля зодчий, детей, щитовые дома, каркасники. Приезжают, ставят их за три дня. Но чудес не бывает. Вот так мы закончили поездку по контролю нашего объекта на дальнем кордоне. Едем по МКАДу. Пробочка. Такая у нас стоямба. Ну ладно, дорогие друзья, будем с вами прощаться. С вами был Мороз Алексей. Василий. Компания Круфмонтаж. Компания Круфмонтаж. Пока. Всем удачи.